Итак, это небольшой цикл психоанализа по игровым жанрам, который приоткроет ваш психологический портрет, и начнем мы, конечно же, с того, кем являюсь я сама, то есть фанатом Souls-like игр. Я буду говорить не про обычных пользователей, а про ярых фанатов, которые уже собаку на этом съели, потому что именно дикая приверженность к одному жанру раскрывает вас с новой стороны. Дело в том, что наша любимая музыка, фильмы, сериалы, развлечения и так далее выбирается не просто так. Можно смело заявить, что наши предпочтения мало того, что выстраиваются годами и десятилетиями, так они еще прекрасно закрепляются в реальной жизни, однако давайте ближе к телу. Принято считать, что фанаты Souls-like игр любят боль, страдания и все такое, и это связано именно с тем, что в игре нет уровня сложности, и если вы встали намертво, то деваться вам некуда, и мы вынуждены умирать миллионы раз, плакая, зебиться головой об стену и снова проходить сложных боссов. Так кто же такие эти люди, любящие боль, глубокий лор, в котором можно утонуть, бесконечные странные крики, кряхтения мобов, какие-то странные телодвижения в мире между людьми и монстрами, и все это приправлено великой целью и надеждой на лучшую жизнь. Конечно же это невротики, самые что ни на есть настоящие невротики и никто другой. Souls-like игры идеально созданы под невротикой, и только он может быть ярым фанатом такого жанра. Невротическое расстройство, по-другому неврозы, по-другому люди невротики, это такой народный жаргон, который уже въелся в обиход. Довольно специфичные люди, и на планете Земля их огромное, огромное множество. Именно невротик будет завсегдатаем психологов, неврологов, психиатрических больниц, аптека для невротика с его успокоительными зельями, всякими укольчиками и прочими пряниками является вторым домом. В зависимости от степени невроза сам невротик может либо терять сознание, путаться в пространстве, панические атаки, стресс, депрессия, и это все можно перечислять бесконечно. И вместе с тем, то, насколько глубоко этот мир видит невротик, больше не видит никто. Никогда в жизни психологически здоровый или хотя бы устойчивый человек не придумает то, что придумал Миядзаки с его огромным лором, хитросплесениями, композицией, которые он согласовывал, боссов и все остальное. Да, он не сам, конечно же, все придумал, потому что есть Берсерк, однако Хидетако внес огромное количество своих идей, которые смог правильно подать вместе с отсылками на другие творческие проекты. И дело не в самой смерти как таковой, а в его интерпретации, что вселенная не состоит из добра и зла и так далее и тому подобное. Но почему именно невротики выбирают соуслайк? Потому что именно невротик может заняться дикой саморефлексией, прожить ненависть, злобу, гнев, отрицание, принятие, всю гамму эмоций, которые не позволяют проживать себе более устойчивый человек. Именно невротик будет обмусоливать один и тот же лор по миллионному кругу, умирать на боссе тысячу один раз, смотреть все эти концовки и так далее. И дело не в его упертости, а потому что именно здесь, в этом богом забытом месте, он может в полной мере испытать всю гамму эмоций. Так мало того, что испытать, полностью насладиться ими и прожить до конца. Это и отличает невротика от обычного человека. Помимо ярко выраженной склонности к саморефлексии, именно невротик станет самым упертым игроком, потому что невроз есть только у интровертов. И только интроверт может заставить себя усидеть на месте больше пяти минут, к чему не склонен экстраверт. Интроверт-невротик будет скурпулезно зачищать каждые локации и прокачиваться, пока не дойдет до своей цели. Конечно же, соусы не входят в список здоровых игр, однако меня не многому научили. Тут важно понимать, что нет как таковых уж плохих игр или хороших. Однако, определив свою склонность к тем или иным проектам, вы сможете лучше понять себя и создать общую картину. Невроз как таковое имеет несколько граней и проявляется по-разному, однако именно соус-лайк игры пропитаны всеми благами для проживания абсолютно всех эмоций. И именно невротик, как никто другой, сможет ощутить их в полной мере. Отличительными особенностями фанатов невротиков, именно к соус-лайку, помимо бесконечной саморефлексии, является маниакальность. То есть вот эти лороведы, наши с вами любимые, это вот чистые невротики, которые готовы сидеть и скурпулезно все изучать. И больше так не может никто. Никогда не было и не будет такого, чтобы обычный среднестатистический человек смог настолько скурпулезно переработать информацию, потому что для этого необходимо усидчивость. А она есть только у интровертов и невротиков, конечно же. Перепроверить информацию 300 раз, а вдруг что забыл? К этому, конечно же, может добавиться и ОКР, наш любимый, но в конечном счете именно высокочувствительные люди способны на создание глубокого лора, драмы и такого огромного потока информации, который будет вызывать в нас самые разнообразные чувства. Конечно же, Миядзаки абсолютно точно такой же самый невротик, как и мы с вами. Однако фанатов соус-лайк игр отличает еще и упертость, потому что умереть 300 раз и выиграть один – это, знаете ли, надо быть очень, очень, очень упертым человеком. Так что совокупность саморефлексии, постоянное впадание в депрессию и при этом колоссальное терпение – это все неотъемлемые ингредиенты души для фаната соус-лайк игр.